Другим темам. Капитальный ремонт детского сада в поселке Красное завершен. Объект был сдан еще 4 января, ну а сейчас там продолжаются подготовительные работы для открытия учреждения. Накануне в населенном пункте побывали заместитель губернатора Наталья Сидорова, руководство регионального департамента образования, культуры и спорта, а также представители окружного парламента. Все вместе они оценили качество проведенного ремонта в детском саду. Подробности у Ивана Кутенникова. Полным ходом в детском саду сейчас идет сборка мебели и уборка помещений. Трудятся здесь едва ли не всем поселкам. Правда, рабочей силы все равно не хватает. Мужчин, конечно, не хватает. Мало мужчин у нас. Надо вешать карнизы. А карнизы, ребята, студентам тоже как бы тяжело доверить гипс-картон. Надо найти, куда их прикрутить, чтобы шторы потом хорошо висели. Капитальный ремонт стал первым с момента постройки детского сада. Когда здание появилось в населенном пункте в 1980 году, контракт на выполнение работ обошелся окружному бюджету в 35,5 миллионов рублей. При начальной максимальной цене договора в 52 миллиона. За время модернизации были полностью заменены стены, полы и потолки, а также системы тепла и водоснабжения, электропроводки, канализации и вентиляции. Кроме того, здание обшили и утеплили снаружи. И таким образом решили главную проблему. То есть понимаем, что тепло, то, о чем как раз была главная проблема у детского сада, что детишки замерзали, эта проблема решена сейчас. Сейчас главную задачу ставим, чтобы быстрее его запустить, то есть о том, чтобы были созданы комфортные условия. Сейчас вместе с заведующим детским садом оценим еще потребность в игрушках, еще в мебели. И также будем этот вопрос решать, чтобы уже дети зашли в достойное, красивое здание, где им было бы комфортно как раз находиться. Все были довольны и педагоги, и дети, и родители. С 1 сентября прошлого года детский сад временно размещен в малом здании местной школы. Сейчас туда ходит порядка 40 детей. Исключение малышей, ведь для них нужны особые условия. Когда ребята смогут вернуться в уже отремонтированный детский сад, пока сказать сложно. Все-таки работы еще немало, да и мебель до сих пор пришла не вся. Когда стали собирать, столкнулись, что у нас попортилась мебель, потому что старая мебель была разобрана, и собирать очень тяжело идет, и поэтому нужна новая мебель, конечно, необходима. Но на данный момент у нас заказано 40 кроватей новых. Вот они 31 января должны прийти. Потом 15 столов на старшую подготовительную группу. И, естественно, кроватка и матрасы. По словам Галины Храповой, еще одной важной проблемой, которая волнует педагогов учреждения, необходимость возвращения должности воспитателя по ненецкому языку. В свое время, по причине оптимизации, ее убрали. Все-таки национальный садик, все равно нужны в округе, мне кажется, национальные садики. Национальный язык как-то? Да. През год языков. Да, и мы почему-то как-то все на педсовете тоже к этому склонились, что нам надо как-то обратно на национальный детский сад вернуть его, и обратно ненецкий язык. У нас, в общем-то, неплохие были программы уже, материалы, все. Помимо детского сада, представители рабочей группы осмотрели и другие важные учреждения образования в населенном пункте. Среди них и школа-интернат, которая также нуждается в капитальном ремонте. Причем работы могут начаться уже в этом году. Обследование это было у нас, когда центр заказчика же обследовал все здания. Сейчас надо проект составить грамотно на капитальный ремонт. Мы планируем этим заняться в этом году. Хотим. Сначала начнем с наших хотелок, пропишем, что мы хотим. Обратимся в какую-нибудь из организаций, чтобы они написали нам проект грамотно. А там уже будем обращаться к вам, наверное. Это помещение раньше было столовой, но сейчас воспитанники учреждения питаются в здании новой школы. Как заявил Владислав Литков, сейчас здесь можно оборудовать небольшой зал для художественной самодеятельности. У нас в мыслях здесь сделать небольшой актовый зал для детей, чтобы они сами могли поставить для себя какие-то небольшие спектакли, развиваться творческие поступления какие-то. Можно было небольшую сцену здесь сделать. Можно пельни на сюда поставить, ну и так далее. Побывали представители власти, а также сотрудники профильного департамента и в местном доме культуры. Основная проблема – в здании очень холодно. Мы писали претензию с Севержилкомсервис. Они отреагировали, приехали, вот замеряли, но пока результатов нам никаких не дали. Но приезжают, смотрят. Впрочем, как заверила заместитель губернатора Ненинского округа Наталья Сидорова, в скором времени этот вопрос будет решен. Учреждение попало в программу по модернизации сельских домов культуры. Хочу сказать о том, что планируем отремонтировать данное здание в рамках реализации национальных проектов. Вообще до 2024 года планируется отремонтировать 8 сельских домов культуры, в том числе и Красная. И на ближайшую сессию собрания депутатов будем выходить соответствующая заявка и по разработке проектно-смертной документации. Еще один важный момент, который волнует многих жителей поселка – чем молодежь может заниматься во внеурочное время. Одна из озвученных сегодня идей – появление в населенном пункте музыкальной школы. Раньше департамент прорабатывал вопрос о том, чтобы здесь начали работу, поселок большой, детей много, именно музыкальная школа, чтобы начала свою работу. Теперь эти помещения есть на базе школы. И в принципе будем смотреть, обсуждать с руководителем школы искусств нашей городской, чтобы они организовали здесь обучение детей именно музыкальной школы, либо художественного отделения. Уверенность в востребованности такого учреждения в Красном у представителей профильного департамента есть. Все-таки поселок большой и желающих заниматься творчеством должно быть предостаточно.